Друзья, ну, такая произошла ситуация, значит, смотрите, как будет развиваться событие дальше в этом и других городах. Хочу также отметить, что у нас есть спонсор, это база автозвука. Хочу предложить вам зайти на их канал, подписаться на их канал. Они делают классные обзоры по автозвуку, по автомашинам, по всем самим товарам, которые вы представляете на сайте. Заходите, подписывайтесь на вот эту ссылочку, подписывайтесь на их канал, смотрите также за их новостями и за нашими. Это уже в прошлый раз меня оштрафовали, точно так же едет Порш Каен, я говорю, а что вы его не оштрафовываете? А мы не имеем права двоих сразу одновременно оштрафовывать. Тут они только что четверых сразу пытались. Что за взятки вымогает? Что-то за взятки говорит? А за что? Сейчас я подъеду, сейчас я подъеду к вам. Я остановился, чтобы ребенка забрать с института. Они мне утверждают, что мне здесь нельзя стоять. Я говорю, здесь вот даже супермаркет, у них есть здесь парковка. Они говорят, нету парковки, что я на автобусной остановке. Автобусная остановка вот. Какие проблемы? Они сказали, я отъеду, не вопрос, перепаркуюсь. Хотят с меня налаживать штраф. Мужчина, предъявите, пожалуйста, ваши документы для составления постановления. Держите их. Скажите, а вы именно нацелены, у вас, кстати, годовщина сегодня, мы вас поздравляем. Спасибо. Вы нацелены именно наказать его или предотвратить правонарушение? Ну, мужчина не хочет. Это предотвращение. Не хочет. За данное правонарушение предусмотрено тут, горячей. Почему? Я очень много раз. Потому что я могу объяснить. За данное правонарушение согласно. Старайтесь сюда, пожалуйста. Там все будет видно. Просто здесь может быть машина, вас собьет. Недорогой. Станьте, пожалуйста. Молодой человек. Я очень часто сталкивался в полиции, в Запорожье в частности, где полицейские наши предупреждали водителя даже в тех случаях, когда это не предусмотрено законов. Я очень жаловался на них. Говорю, как так? Вот закон не предключает, а вы его отпускаете и протокол не составляете. Он говорит, вот я взял на себя ответственность. Это мое запустительное финансы. Вы можете жаловаться, но я посчитал, что данного водителя мы можем предупредить, он может уехать без протокола. В следующий раз, я уверен, он не будет нарушен. То есть так они делают. Задача какая? Водителя же не озлобить, правильно? Не озлобить. Водитель же вот стоит перед вами. Он трезвый, не пьяный. Он в автомобиле. Он готов отъехать. Дайте ему возможность это сделать. И у него есть веская причина. Он повышал голос, на меня не предоставляют документы. У меня, знаете, может быть особо эмоциональное состояние. Вы знаете, какое у меня эмоциональное состояние? Вы не знаете. Секундочку. Я не являюсь объектом вашего эмоционального станка. Вы хотите сейчас... Я вам сразу... Секундочку. Как вас зовут? Спасибо. Спасибо. Вот смотрите, вот эти нервы, я не понимаю, они ничего не приведут. То есть в данном случае, я думаю, что можно, да? Учитывая... Можно, но... То есть вы хотите все-таки... У вас дети есть? Меня звинувачивает, что я вымагаю в него взятку. Нет, вы уже разобрали. Мы разобрали. Мы не взбрались. Выбрались, но это уже... Ну, был представитель. А это криминальный ответственный. Вы сказали, надо отъехать. Я сказал, я отъезжу. Для вас этого мало, оказывается. У меня в течение, не знаю, пяти лет вообще никаких правонарушений нет. Вы что делаете вообще? Зачем? Для чего? Для того, чтобы такое же строение, в котором не было... По закону, у вас, знаете, вот такой вот по закону в Киеве человека застрелил. Слушайте, я вам еще раз, я предлагаю серьезно, я предлагаю успокоить... Я просто сам юрист по образованию. Давайте просто, нормально... Знаете, в чем он виноват? Я считаю. Знаете, в чем он виноват? Я в руках. Я в руках. Я в руках. Знаете, в чем он виноват? Единственное, что я вижу. Вот как независимое лицо. В чем он виноват? Он виноват в том, что он припаркался с нарушением и не покинул свой автомобиль. Потому что данные люди, которые это сделали, ушли, и к ним нет никаких претензий. Вот этому он виноват. Принимайте решение, как вы считаете, нужным. Считаете, нужен... Вон ребенок мой идет. Вот она идет с института. Она ходила... Будь ласка, это не право право правилучения. Не право правилучения. У меня... Короче, вы делайте что хотите. Я же говорю, давайте решили на вашу совесть. Я не злостный нарушитель. Даже гаишники такого не делали. Я не злостный нарушитель. Я никого не убил. Вы просто делайте что хотите. Как вам удобно? Вы обвинувачиваете меня, я бы у вас виноват в хабар. Вы обвинуватели меня, что... Я вам предлагаю еще, смотрите, я сейчас съеду и можете за мной гнаться и пристрелить меня. Ну человек эмоциональный, вы правы на 100%, я не говорю, что вы не правы. Людина эмоциональная, вы понимаете, он после такого, он провел такую агрессию, он думает, а, они сейчас молодые, увлекаются. Я поверьте, я ничего противозаконного, противоправного не требовала от человека, я ему не нахамила. Я пояснила, вон у нас лежит машина, бегите, давайте. Да, вы тоже можете остановить. А вы можете попереджение просто людине, да? Нет, давайте сделаем так, вы понимаете решение, у вас есть два водителя, я думаю, что вы, ну, грамотные сами, да, вы с напарником посоветуйтесь, у вас два нарушителя есть. Пусть принимают решение, тут вопрос в другом. Нет, ну, если вопрос в том, чтобы карать, то карать обо, если не карать, то карать, то это же будет. Нет, нет, в этом есть весь смысл. Здесь ситуация такая, что сейчас они не могут ничего сделать, то есть им предстоит выбрать, либо они отпускают двоих, либо составляют двоих. Но один патруль, он не может оформлять админматериалы на двоих водителей одновременно. Я материалы просто в автомобиле. Если вы не против, я в автомобиле принесу постанову, прийду в вас. У меня здесь пилин, зая. Я больше не спешу. Ну, быстрейше не будет, я могу тут на месте ездить. Можете земле пойти, я могу себе принести. Нет, я перепрошу, но данное санкция за данное правопорушение не передвачаю. У вас есть водитель, с которым вы еще не закончили тоже? Да, я сейчас закончу. Давайте, пожалуйста. Я очень спешу. Я постараюсь. Слышите, ну давайте спешите. Она спешит, а мы же не спешим. У меня запись врачу, да. Напарница ваша бросила все, побежала заставлять протокол на двоих. На двоих. То есть я буду заниматься данным. А когда? Ну что с ним? Какой еще не занимается? Разрешите ваши документы, пожалуйста. Я уже пять раз показывал. Пожалуйста. Вот смотрите, видите? Видно? Вы по правилам не имеете права не касаться. Ну вот я вам показываю. Она прозрачная, видно мою фамилию. Пожалуйста, держите их так, чтобы я у вас смогу. Ну я же держу. Нормально? Сейчас попробую. Да, мы спешим. У меня запись к врачу. У вас. Займа 10 минут, и вы поедете до своего литера. Добре? Так а что? Да, в чем я виноват? Ну вот смотрите, данное право решение. Не попадает. Но вы можете взять на себя ответственность. Вы сами знаете. Человеки агрессивно реагируют. Где агрессивно? Подождите. Максим, эмоционально и агрессивно? Агрессивно это когда кидаются на вас. Я вас пальцем трону. Это одесса, это эмоции. Слово то есть. Не, ну эмоционально. Я оскорбил вас каким-то словом. Понимаете? Я могу возмущаться. Но слова не было сказано. Каким образом я не вызнал, молодой человек? Он же сказал, что он готов к рекламе. Я сказал сразу. Вот у меня свидетель. Я сказал, что я перееду сразу. Покажите мне куда. Мне женщина полицейская сказала, что сюда нельзя. Показала сюда. Сюда тоже нельзя. Здесь забита машинами. Предложила переехать на ту сторону. А что согласился? Я собирался уже отъезжать. Она начала на меня давить. Вот это вот. И меня уже порвало. Понимаете? Я готов переехать. Я ни одно слово плохого не сказал. То, что вот я чуть-чуть выше голоса. Я холерик. Вас учили в институте, что есть разных типов характера. Есть лунгами. Есть ангвиник. Есть холерник. Делать очень хорошо. Вот просто. Ух. Какая идея. Вот это вот. Вы нарушили правил дорожного движения. Амина, вы парковались ближе к десяти метрах поезда с полиграющей к Литове. А я уже увидел. А я не видел. Смотрите. Вы нарушитель скрывает, скрывает. Это мое решение. Ну я с одним васом вариваю. Зафиксируйте, пожалуйста, этот цель. Наглядно показать коллизию правовую, когда инспектора полицейские хотят действовать по закону. Раз, два, три, четыре, пять автомашин. И на все эти автомашины, они сейчас, уж так как они пошли на принцип, должны сложить постановление. То есть как два инспектора будут это делать? Вместо того, чтобы предупреждать данные правонарушения и находиться на этом участке. И не давать им нарушать правду. Доварищ инспектор. Вам нужно сесть в машину и оперативным преследованием преследовать нарушителя, который скрылся с местным происшествием. Николай. Николай, разгоните вы эту парковку, у вас есть все водители. Разгоните ее нафиг и сейчас мы наведем здесь порядок. В течение двух минут. Двух. Двух. Всех раздевать. Так вы сейчас, пока вы на одного выпущите, у нас не паркуются еще два. Вы просто устанете. С чем я отличается от водителя БМВ, который уехал? А как же мама уехала? Что значит с нами? Человек уехал, я ж не выезжал. Не иди, пожалуйста. Ну давайте. Вы хотите именно так, чтобы было все по закону, да? По закону, да. Вы хотите по закону. То есть я остановился, я не выехал, я никуда не убегаю. Да, вы меня снили, я здесь нахожу, я не истрелся с места, да? Вот. Человек не парковался, вы ему постучали в окно, говорите типа стой. Человек вас проигравит, да? Я не могу. Какие ваши действия? Что значит вы не можете? То есть я с ним выполнен. Что значит вы не можете? Мы его... Короче, те, кто с уважением отдастся к полиции, те штрафуют. А те, кто просто уезжает, ну те, ну что за ними гонят? Давайте сейчас, вот смотрите, все с уважением припаркуемся на данный участок. Давайте с уважением, пишите мне, что хотите? Давайте я спешу. Спешите. Ну вы не прав, я не прав, потому что вы сами себе хомут затянули. Пишите, пишите, пишите. Что вы хотите, пишите. А вы поставили для того, чтобы принимать быстрые решения? Быстрое решение такое. Здесь навести порядок. Чтобы быстро навести порядок, надо быстро уходить. Запишите данные. Если бы она будет, что вы вступите. Накажите. Возьмите, объясните и распустите всю парковку. Все, все разъехались. Все, порядок полный, тишина. Так вы часто, вот человек часто, часто. 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 Уже уехали две машины. Вы их отпустили. Так они не надо. Зачем? Можно нарушать. Надо было так же. Надо было сесть уехать. Ну, наверное, сейчас я сяду и уехать. Так не, я вам предложил. Я уеду, вы меня догоните, пристрелите. Нормальный вариант. Выполните план. У нас сейчас было так это, постучали, но стой. А, не, не надо. Да, да. Так и надо было. Понятно. Уехала только, чтобы я вас зафиксировал. Вы понимаете? Настое. Вот спилкуется один из парков. Я уезжаю. Я не буду вам мешать. Вы не можете поехать. Вы можете уехать? Вы можете? У вас двойные стандарты. Вы меня слышите? Вы слышите? Две машины уехали. Почему вы меня задерживаете? Арестуйте, пожалуйста, их. Потом вы возьмите меня. Вас никто не заарештовал. Пожалуйста. Вам будет все на все. Вынесете постановку. Вынесете постановку. Право порушения. Почему БМВ может уехать? Подождите. Вы хотели на эту машину? Подождите. Я ничего не хочу. Господа полицейские. Я не имею ничего. Успокойтесь. Я сейчас договорю с женщиной. Отпущу ее. У меня нет времени ждать. Сколько часа вы затримаете данного водителя? Данный водитель не предоставляет. Сколько часа нет? Подождите. Я маю право его затримати на три години. Протокол затримания склавы. Протокол затримания склавы. Я десять раз. Пожалуйста. Мне надо к врачу. Пожалуйста. 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 В порядке очереди. Две машины. Догоните, пожалуйста. БМВ. А потом на меня заставляйте. А вы в очередь сидите. Я сейчас вам подожду. Хорошо? Да. Сейчас. Сейчас. А я говорю, у меня время тоже поджимание. Это долго не займет. Что вы делаете с водителем первым? Какой уже больше часов стоит? Вы неправильно. Вы 10 лет. А что он сейчас? Не делайте свои документы. Там уже показывают при нас пять разов. Ну что вы, как маленькая дитина? Ну, он мне не даёт смогу ознайомить. А каким образом? На зуб попробуйте? Как вы будете ознайомлены? А что вы будете делать? Сканировать? Ну, он же вам показал уже пять разов. Я вам показал. Я буду следить. Так почему вы это не делаете? Перепишите данные и все. Вы не понимаете. Пожалуйста. Я хочу узнать. Пожалуйста. Как вас зовут? Николай меня зовут. Николай. Скажите, пожалуйста. Перед этим уехало две машины БМВ. Почему вы меня заделали? Вот девушки. На них создали постановление. Это здесь терминал. Они готовы оплатить штраф на месте. Терминал не работает. Они говорят, у нас нет времени ходить. Мы готовы сейчас провести карты. Дайте нам возможность. Терминал не работает. Скажите. Данную постановку на эту правду. Они не хотят расскажут. Я хотела платить. А платить хотят. Можна я поясню людине ее права? Так и для чего вы принесли терминал? Напевно, людина захотела заплатить на месте. Правильно? Чи вы для чего? Чи вы весь час с собой его носите? Я его завжди с собой. Так а сюда вы принесли? Роздрукували что-то. Для чего это делаете? Вы передумали сплачивать на месте? Так что вы обманываете? Думайте, вы на камеру говорите такие вещи. Вы представитель закону. Вы говорите, что человек передумала. Людина вам каже на камеру, что она ничего не передумала. Я журналист. Вот вы сейчас штраф выписали. Ваши машины я оплатил. Мы официально все работаем для того, чтобы вам платить зарплату. Что вы смеете? Ты за мой счет хлеб ешь. Максим, не цепляй, пожалуйста. Что решили по этому делу? Гражданин Максим передам документы? Он уже при нас четыре раза предъявлял. Я предъявляю, чтобы я предъявляю данные. Доброе. Значит, мы поедем в райвидели для объяснения людей. Предупредили, отпустили. Все в порядке. Человек едет, продолжает движение. Держать. Счастливо. Он стал с порушением. Он адекватно отреагировал. Не любил, не включал. Максим, вы можете предоставить нам ваши документы для занесения ваших данных? Из всего, что произошло, я могу объяснить. Протокол осуществляется только на тех, кто ведет себя неадекватно. Кто адекватно, люди просто уезжают. Это правильно. А эта машина сейчас не порушивает? Так и да. У вас синим на очко. И можно. И можно, да? Что там? А? Вы ведете себя мощно. Вы как девчонка на дискотеку пришла, знаете? Я перепрошу, вы сейчас ображаете. А чем я вас ображаю? А что, слово дискотека это ображало, или что? Вы нас ображаете. Вы смеетеся мне в обличье, шанова. Я себя поводжу. Вы не поводите. Вы смеетеся мне в обличье. Я не переступаю. Вы порушуете закон. ЭТООН. Послушайте, вы мои конституционные права сейчас порушуете. Яким чином? Таким чином, что вы знущаетесь над мной, смеючись над моей персоной сейчас. Что это за эх, эх смех? Что это за смех? То, что у меня происходит, то, что у меня есть какие-то изменения, это особенный факт. И то, что не та шкира у меня, не та зачистка, это не относится моей работы. Вы понимаете? Да вы не поняли. Что тут ваша шкира? У вас претензии до того, что я что-то там в мене не дай бог. Вы смеетеся. Вы смеетеся сейчас. Секундочку. Вы ведете себя просто. Вы ведете себя. Вы понимаете, что это не подобает ни журналистам, ни гражданинам. Полиции Корниенко. Это просто приклад новой полиции. А полиция этого добавила? Куда вы текаете? Идите сюда. Паня Корниенко. А, мы же не просто в соц. Просто в соц. Я вам предоставил документы. Я вам предоставил документы. Мне плохо. Вам вытекаетесь. Да, мне вытекаетесь. Вы довели человека? Зачем? Я не уважаю. Вы довели человека? Вы исправляете ситуацию. Давайте. Падайте на колени. Дуйте. Искусственное дыхание. Спасибо. Вы просто сильная национальность, да? Спасибо. Вместе с этим тут? Я пробую. Скорую. Взываете все. Уже выходим. Спасибо. Идут точно. Да. Спасибо. Успокойся, дыши лучше. Все выглавишь. Покси, это есть. Дай вам ни ки не оставляю. Просто плохо стало, жирно. Полиция нас. Покси, успокойся, что у вас происходит. Покси. Дай Покси эту. Ну, Максим, ты что? Зимой думаешь? Ты думаешь, я не знаю. Что же ты себе так думаешь? Я вижу, ты спелкался что-то с мать. Как я делаю? Спасибо. Я значили все. Я вас? Спасибо. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Максим. 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 Да-да-да, уже едут. Максим Михайлович. Надо не мыть, Максим. Максим. Иди, иди, иди. Максим. Максим. Спасибо большое. Возьмите воды холодной. Скорую выжил. Скорую я уже выжил. Может дать таблетку отдохнуть? А есть такая? Да. А какая у вас? Есть даже, по-моему, клаферин. Нет, нет. Клаферин еще рано. Почему рано? Сядешь? Нет. Просто когда здесь стоит Порш Каен или Лангрузер. Никто не подходит. Никто не подходит. Это уже в прошлый раз меня оштрафовали. Составил? Точно так же едет Порш Каен. Я говорю, а что вы его не оштрафовываете? А мы не имеем права двоих сразу одновременно оштрафовать. Тут они только что четверых сразу пытались нахватить. Это четверых. Сколько надо взять? Ну а что она может сказать? Это как-то по-моему. Ну а что она может сказать? Это как-то повлияет на состояние постановления? Я думаю, что... В том числе состояние человека, какое постановление? Ну я думаю, что вот сейчас вы поняли действительно суть, которую я в самом начале пытался вам рассказать. Я слышала, что вы говорите. Но тогда... Ну камера, видите, она действует на что-то простое. Нет, она не... Послушайте, поверьте. Надо вам просто не нервничать. Успокойтесь. Я не нервничала. Человеку объясняю. Его правонарушения не вопрос. Да, сложилась ситуация, да. Эмоции перешли, может... Это же детство. Согласны. Я думаю, что вы сами превратили все в коллапс. Одна за одной начала подъезжать машина и просто даже не успевали составлять постановление. Я вашим коллегам просто посоветовал. Ситуация, вы понимаете, послушайте, я вам серьезно говорю. Что есть нарушения, да. Есть. Но есть разные причины. Есть. Абсолютно верно. Есть. И пока ранее есть и... Сами понимаете. Сто процентов. Ну вот ваши коллеги в дальнейшем уже начали людей предупреждать и тут же отпускать. И это дало эффект. Люди начали разъезжаться, никакого коллапса. Вы вдвоем с напарником просто физически не успевали. Я считаю, что... Просто что надо сделать? Надо всех разогнать и просто в дорожную службу написать предписание. Пожалуйста. Дорожная служба, покрасьте этот бордюр в желто-белый цвет. Кто предупреждает, откретьте эту стоянку. Если надо, мы напишем, может, просьбу в дорожную службу. Вы передадите. Вы себе не удивляете, сколько мы электронных ракурсов, сколько мы и стоим у людей покоржаемся. Люди скаржаться с маршруток, которые... Не могут выйти, подъехать не могут. Водители и... Я понимаю, что они досконаливают все. И знаки, и размеры. Я думаю, что если бы вы разогнали всех и поставили свой автомобиль тут, и ввели бы патрулирование, никто бы не остановился. Вы понимаете, что мы не можем стоять на одном месте. У нас же же виклики и другие, не только по автодорожной теме. Так же и не можете здесь 8 машин сразу, как показала практика, вот так писать постановление. Не можете. Мы зачастую попереджаем людей. Балансируем. Балансируем. Ну хорошо, Светлана. Ситуации бывают разные. Мы видели то, что видели. Ну, случилась неприятная ситуация, но... Можно было ее избежать? Это будет урок вам и водителю. Я думаю, на дальнейшем... Поверьте. Так. Индивидуальная система для каждого гражданина. Но порушения есть порушения. Есть порушения? Но что же? Надо же балансировать между 250 гривенами и жизнью. Вы ждите. Ситуация была более-менш стабильная. Нет. Но я сразу, когда подошел, я видел, что действительно эмоционально ввел себя уже и Кирилл, и вы уже начали. Я уже даже вам делал замечание, что не надо нагнетать конфликт. Потому что было видно, что вы тоже эмоции поднялись. Ну, я думаю, вы вынуждаете людей оценить. Я вот такое не дивлюсь, честно кажется, мне это не декабло. Очень зря. Мне не декабло. Мне не декабло. Я не знаю, что ли. Гипертимический кризис. То есть угрозы жизни не было? Не было. Нет. 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 Да. Вот ты потому что не так и есть не поднял. Нет. Конечно. Нет. 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 Сейчас провоцировать пьяной.